Не выдержал и снова дайджест того, что произошло Плюс мои размышления по поводу болезни, которая наших моли побила Вчера я не удержался и купил еще моли Еще черных моли, взял я 4 штуки, ровно столько у меня погибло Из 13 хвостов, и в принципе они чувствуют себя нормально Те, трое которых я выпускал после лечения всякими разными препаратами Перекисью, солью и марганцовкой они живы Вчера, к сожалению, четвертая померла Но скорее всего я просто думаю, что я тупо переборщил с марганцовкой Я так подозреваю В общем, далее едем Новые жители Как вы заметили, это малинезия снежинка Она же малинезия белая Я не стал покупать неонов Неоны вроде прикольные, но они нифига не размножаются Вот в чем беда Размножаются зеленые меченосцы, красные, черные У меня есть пара мальков Возможно, скоро будут размножаться белые малинезии Ну как так? Я спросил у заводчика У него ни разу не было манки Он кормит их трубочником Ну у того заводчика имеется ввиду, где я брал вот эти экземпляры Белые С тайкой тоже они ходят друг за другом Я не знаю, сколько из них самцов, сколько из них самок Но я насчитал два самца точно Вот И хотелось бы, кстати, спросить Ребята, а как отличить, собственно, самца от самки белой малинезии? Товарищи аквариумисты, к вам вопрос Потому что родового пятна нет Гоноподий, как бы, кажется, что он есть у всех Но нет Они самцы и самки Ну, как бы, они разнополые Вот такая вот фиготация Напишите, пожалуйста, в комментариях И завтра я поеду еще возьму пару белых Может быть, даже не пару Но обошлось это мне в 50 рублей за хвост Очень дешево Спасибо заводчику А черные малинезии, да? Они обошлись по 35 рублей за хвост Что тоже, в принципе, очень демократичная цена И давайте немножко порассуждаем над манкой Кстати говоря, вы сейчас можете наблюдать поражение манкой Да? Вот эту меченосиху Кои Вот она уходит прямо на хвосте В нижней части хвостового плавника Мы видим несколько точек Не знаю, нужно ли ее отсаживать Но обычно, когда у меня это проявлялось Оно у меня проявлялось и летом проявлялось И осенью, и сейчас вот зимой погибли малинезии Это проявлялось Не всегда именно в качестве точек И я кое-что нарыл на Википедии Давайте обсудим И, ребята, я был прав Да, перманганат калия Тоже используется в качестве лечения Перекись не используется Формалин у меня был Тот же антипар, да Там малахитовый зеленый Формалин в том числе Медный купорос у меня его нет У меня, может быть, он есть на даче Попробую тоже его взять Лекарства, которые, типа, очень разрекламированные И которые по-любому действуют Они весьма дороговаты Это серо-костапур Да Надо будет купить как-нибудь попробовать Но, да, перманганат калия Она же марганцовка В принципе, должна работать И так как у меня дохли и пицилии И гупешки, и меченосцы Не на всех Абсолютно не на всех Были поражения В качестве вот таких вот точек И, скорее всего, были поражены жабры И тут, кстати, про это тоже написано То, что внешние признаки не всегда есть И в случае поражения жабр Жаберных крышек Ну, в том числе Как ткани, так и Они же питаются Слизью и выделениями И вообще мясом Рыбы, так скажем Короче говоря Под жаберной крышкой вы никак не увидите Заряжена ли рыба Либо нет И неизвестно И у меня дохли действительно экземпляры Особенно черная меченосиха Я ее пересадил в пятилитровку И она у меня просто тупо курлыкнула моментально Вот И пиццилии, да Которые Некоторые выводы мы имеем Вот здесь вот Это меченосцы Меченосцы, меченосцы Сейчас я покажу Пиццелехи Вот они, пиццелехи Пузатые такие Пузатые такие Вон, самец за ними ухаживает Это уже мой развод Полученный Не так давно В основном дохли пиццилии Потом несколько единиц гупешек Ну, в принципе Вчера что-то я здесь наблюдал Полуживое Да Что-то было здесь плохо с одним самцом Они дохли без всяких точек И пиццилии, и гупешки, и меченосих Вот она здесь была в углу Торчала И после пересадки в пятилитровку Ей очень стало плохо Я не знаю, насколько эффективны Раздельные лекарства И какие дозировки нужны Но имеется в виду Опять же Малахитовый Зелененький такой Да Синька, конечно, получается У нас вообще не действует По идее Нужно было Лечить сразу антипаром Но антипар как бы Тоже нифига не помогал И я плюнул на все И решил, что нужно использовать Морганцовку Кстати, сейчас покажу Какой я пользуюсь А пользовался я вот такой Морганцовочкой Но на ней Надписи достаточно Очень и очень противоречивые Написано, что Безопасно для человека и животных Да Тут звездочка Мы видим звездочку И судя по всему На обороте должно быть написано Да Так Применяются в качестве Антисептического Антибактериального И обеззараживающего средства Да С лавом Раствором Там обработка Поверхности В помещениях Бла-бла-бла Лясим Трясим Тырым-пырым Я, кстати, этой Морганцовкой Карантина аквариум Когда там никого нет Либо Аквариумы Которые я вывожу Из использования На балконе у меня 30 литровка стоит Под сниму Под конец видео Я их немножко С марганцовкой промываю Ну, можно совсем Не то, что немножко Можно множко Но при условии Если нет рыбок И нету никаких улиток Вот И написано на нем Настоящий препарат В медицинских целях Не применять Ну, для человека Может быть и нет Да Но тут написано Безопасно для человека И животных Что за хрень Но тут В медицинских целях Не применять Я не совсем понимаю Что они имели ввиду Но эта фигня Была куплена В фикс прайсе Можете тоже купить И посмотреть И тут это написано Две противоречащие вещи Ну, может быть В медицинских целях Имелось ввиду Для человека А для растений там Или для рыбок Но рыбки тоже Как бы живой организм Я не знаю Вон, смотрите Какой выводок Меченосцев бегает у меня Красненьких Блин Прям не нарадуюсь Но я еще планирую Купить трубочника Потому что Заботчик говорил Что кормит он Своих Белых малинезий И черных малинезий Исключительно трубочником Имеется ввиду Молодняк И надо посмотреть И попробовать Действительно ли Малек Будет Расти Вон они там бегают И да Тут написано Про карантин Если вы берете рыбу Сажать ее на карантин Но Большинство Это большинство Как и я Вообще Не садит рыбу на карантин И в принципе Нафиг он не нужен Потому что Так проще Но когда болеет рыба И начинается падеж И Постоянно трупы То как бы Не стоит рисковать Если вы Не боитесь За содержание Своего аквариума То Не карантин Если вы Все таки Переживаете И я уже начинаю Задумываться Что надо Рыбу карантин Особенно если Она имеет Какой то Нездоровый вид А нездоровых Я не брал Ну Кроме конечно Местного Зон магазина В моем городе Было такое Пару раз Было В общем Дохли они Да И поэтому Купленные Вами Рыбки Могут Выглядеть Здоровыми Но нести На себе Паразитов Невидимых Простым глазом Это особенно Относится К светлоокрашенным То есть Да Белого пятна На белой Малинезии Вы не увидите Нет Насчет белых Малинезий Я не беспокоюсь Потому что Разные аквариумы Абсолютно Наверное Даже разная Вода Здесь Да И я воду Не смешиваю Я доливаю туда И доливаю сюда Еще я переживаю Скорее всего Тут написано Про воду Пути заражения Значит Это с новыми рыбками И водой В котором Они были привезены Кстати говоря Если я привожу рыбку В банке Да Какашки Которые там образуются За время Пути следования До моего аквариума От продавца Да Или заводчика Как хотите Так и называйте Я воду Эту всю Сливаю в унитаз То есть Я беру сачок И Воду отдельно Рыбок отдельно И белых Я сажать Туда Вот точно Не стану Ни за что Меченосцы не болеют Да Гупешки Ну Гупешек нам не сильно жалко Они самые неприхотливые Из вообще всех видов Здесь же Ныне живущих рыб Поэтому Будем Пробовать Развести белых Белых малинезий Ну вот тут написано Да Если вы заметили Появление белых крупинок Даже если они появились На одной рыбе Следует провести Лечение во всем аквариуме Я так не делаю Ну я конечно рискую Да Чтобы не было водных стадий Существования паразита На самом деле Мне даже кажется Что не столько Перманганат калия Мне помог Да Не столько марганцовка Соли проще Сколько просто Выдерживание Особо пораженных Вот с такими точками Рыбок В отдельном аквариуме Потому что Тут написано У нас 7-10 дней Короче говоря Цикл у них Да 10 дней При температуре 27 градусов по Цельсию Вот Да Все способы лечения Нацелены На уничтожение Свободно живущих Плавающих Короче говоря Возбудителей Да И короче говоря Продолжать Несколько дней После того Как белые точки Исчезнут с рыбы То есть до конца Добить Я именно это и делал Но у меня был падеж Из 13 Был падеж В виде 4 Ну блин Наверное Я подзатянул Конечно Но я вам честно Признаюсь Что Эти белые точки Возникают Понемногу То здесь То там Но в последнее время Здесь что-то их стало Дофигища И я начал Задумываться Может быть у меня Вода из-под крана такая Тогда посоветуйте мне Пожалуйста Как можно Проверить эту воду На Возбудителей Может мне Купить какой-нибудь Ультрафиолетовый Фильтр Типа Излучатель Да Чтобы можно было Стерилизовать водичку Либо какую-то Приставочку Намутить К насосикам Пожалуйста Пишите в комментариях Потому что Тоже Гадать на кофейной гуще Я Не могу Но я попробую Сегодня подвинить Испарившуюся часть воды И здесь и там И посмотреть Что все-таки Произойдет Но Меченосики Которые Которых был Поражен Поражен Поражены Жабры Короче говоря Черную Я уже говорил Похожа на нашу Чернуху Вернее это уже Чернух Да Вон видите У нас Осика трется Чернух Хвост отращивает Санца превращается Точек на ней не было Абсолютно никаких Но Померла она От удушения Значит Были поражены Жабры Скорее всего И Не знаю Привез ли я Либо вода Такая Но Блин Без опыта Без какого-то Экспериментаторства К сожалению Ты Ни хрена Не поймешь Ни хрена Не поймешь Конечно Очень жалко Будет Если заболеют Белые Малинези Поэтому Сюда В 100 литровку Я добавляю Исключительно Из подфильтра Почему? Потому что Умягчение Нужно Для Неончиков Неоны любят у нас Исключительно Мягкую воду Ну Иногда Я добавляю Чайную заварку Обычный Простой Черный чай Заварку Совсем там Ну Немного Грамм 100 200 на 100 литров Ну А почему умирали Вот эти пиццельки Да Так все просто Умирали не только эти пиццельки Умирали Совсем немного самцов Из всех живородок И Помирали Самки После родов То есть Когда у них брюхо становилось плоским Особенно гупешек Увидите Какая У нее Фигура стала Такая Г-образная Угловатая Можно сказать Похожа немножко на туберкулез Да Когда хвост опускается Но нет Это не он Может конечно Прилететь Вторичная инфекция Но Это бывает В запущенных случаях Конечно Не в большинстве случаев Но тем не менее И Когда Живородка Отражает Иммунитет Соответственно Падает И Скорее всего Она будет болеть Вот как это Меченосико Видите На хвостовом плавнике Второй раз уже Хочу вам показать Стекло К сожалению Не протер Я ленивая Скотина Ну в общем Вот У меченосики Кои На хвосте Прямо на конце Это не пузырьки воздуха На Слизи Это именно Вот то Что Был у этих Малинези Итак Спасибо за внимание И особенно За внимание До свидания